МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. Сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда придет большая вода, в республике готовятся к паводку. Первые изменения бюджета Минфин предлагает увеличить республиканскую казну. Детские сады объединяют. Что ждать от укрупнения? До весны, но, во всяком случае, календарные, осталось буквально пару дней. Правда, это романтическое время года принесет не только хорошее настроение и тепло, но и большую воду. Практически каждый год отдельные районы республики страдают от паводка. Что ждать от весны 2014 года, сегодня рассказали журналистам. Уж тает снег, бегут ручьи, в окно повеяло весною. Не везде. В Чувашии весна начинается, как в известном стихотворении Плещеева. В некоторых районах ручьи, а заодно и улицы, превращаются в полноводные реки. Особенно в Аллатаре. Запастись лодками местным жителям, судя по всему, придется и в этом году. Мне кажется, что в этом году еще в два раза меньше снега, чем в прошлом. Но, тем не менее, гидромет, если гидромет, они утверждают, что снежный покров по всем своим параметрам на уровне среднестатистических. Поэтому рассчитывать на весну такую тихую, спокойную, что мы будем только наблюдать, как красиво все это происходит, или, как птички прилетают, наверное, не придется. В Цивильске, который тоже топит регулярно, с паводком решили бороться мерами радикальными. С прошлого года там строят защитные сооружения. Республиканской казне это обошлось в 4,5 миллиона рублей. Прогнозов руководители ведомств давать побоялись. Но, вероятно, такое укрепление береговой зоны от большой воды город спасти может. Более или менее ясно, ситуация станет через несколько недель. Впереди март, который в России называют четвертым зимним месяцем. А значит, и снег еще может намести, и морозы нагрянуть. В отличие от паводков, тема пожаров, к сожалению, актуальна круглый год. По состоянию на 26 февраля на территории республики зарегистрировано 163 пожара. В прошлом году за это же время произошло 140. То есть разница достаточно ощутимая. 23 пожара за такой промежуток короткий времени – это достаточно много. И причем можно констатировать, что вот этот рывок вперед произошел, к сожалению, в течение практически одного месяца – февраля. Что не так с февралем, а почему так резко увеличилось количество погорельцев – неизвестно. Возможно, простое совпадение. Больше всего, как всегда, горит жилой сектор. Но среди причин в этом году лидирует неправильная эксплуатация печень. Бороться с этой проблемой пытаются по-разному. К примеру, есть предложение поставить огнетушитель в каждый дом. И все же основной рецепт безопасности не меняется веками. Как бы банально ни звучало, это сознательность людей и разъяснительная работа. Характеристика социальному срезу погибших людей. Потому что вы озвучили 33 человека. Вот из 33 погибших на сегодняшний день пенсионеров 13 человек. Пенсионеры 13, инвалидов двое, детей, Станислав Юрьевич сказал, 5 человек. Безработных 6, бомжей, та категория, как называемая, 4 человека. Работающих граждан, всего погибло 3 человека. 26 человек, с которыми мы просто, власть, должны были отработать все вопросы, все меры безопасности. Особенно по пенсионерам. Кстати, с наступлением тепла пожароопасный сезон не закончится. Люди будут приводить в порядок свои дачные участки, сжигать мусор. Спасатели не устают повторять. Правила пожарной безопасности – это не просто текст на агитационных листовках. Это простые истины, которые могут спасти жизнь. Канаш – город наш. Старая пословица по-прежнему актуальна. Каждый житель Чуваши хоть раз добыл в Канаше. Здесь находится крупный железнодорожный узел и призывной пункт Чувашской республики. Так что судьба ОМОНа города волнует многих. Одно из достижений – начал выпускать продукцию промтрактор-вагон. Что еще произошло в Канаше в прошлом году, обсуждали во время рабочего визита главы Чуваши Михаила Игнатьева. Глава Чуваши ознакомился с производством лакокрасочной продукции в обществе с ограниченной ответственностью «Эмаль». Это один из примеров, когда малый бизнес вносит большой вклад в социально-экономическое развитие города. Михаил Игнатьев также побывал на стройплощадке дома по адресу Восточный микрорайон 37. Сорок получат люди, переселяемые из ветхого и аварийного жилья. Объект обещают сдать в сентябре этого года. О том, как выполняется это и другие целевые социальные программы, какие показатели демонстрирует промышленность Канаша, насколько комфортно чувствуют себя жители города железнодорожников, мы расскажем завтра в программе «Республика». Кабинет министров Чуваши готов увеличить доходную часть бюджета на 1 млрд 214 млн рублей. Из них собственные доходы – почти 500 млн. Такое пополнение казны – благоприятный прогноз развития экономики. В бюджет поступят средства из Минсельхоза России на субсидии личным подсобным хозяйством и на компенсацию расходов малых хозяйств. Таким образом, все долги за 2013 год перед сельчанами будут закрыты. Также мы получаем федеральные субсидии в размере 334,5 млн. рублей на строительство и реконструкцию объектов физической культуры и спорта. Это очень значимая сумма. На софинансирование выплат молодым врачам, связавшим себя с сельским здравоохранением, ожидается 30 млн. рублей. Еще 260 млн. будут выделены республике на строительство и реконструкцию детских садов. Чуваша вошла в десятку лучших регионов страны по сокращению очередей в детские дошкольные учреждения. Наша задача и дальше работа также ответственна и эффективна в управлении общественными финансами, чтобы каждая бюджетная рубль, каждая бюджетная копейка тратилась с пользой для жителей Чувашской республики. На 77 млн. рублей вырастут расходы дорожного фонда. Эти средства будут направлены на строительство и реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог в сельских районах. Глава Минстроя Олег Марков озвучил итоги программы капитального ремонта в многоквартирных домах. Общий объем финансирования в 2013 году составил 266 млн. рублей. Всего участниками программы являлось 22 муниципальные образования. Программа выполнена в полном объеме. Мы отремонтировали 126 многоквартирных жилых домов, в которых проживает более 19 тысяч граждан. На сегодня Минстрой Чуваши сформировал долгосрочную программу капремонтов, в которую вошли почти 4,5 тысячи домов общей площадью более 13 млн. кв. метров. До 2017 года из ветхих и аварийных домов необходимо переселить свыше 13 тысяч человек. Таких домов не только в Батыревском и Яльчиковском районах и в Научебоксарске. Единственный пока момент у нас остается напряженный по городу Чебоксара. Это связано с тем, что фонд нам выделяет финансовые средства в объеме 28 400 рублей за 1 квадратный метр. Естественно, учитывая, что на рынке города Чебоксар сегодня стоимость порядка 40 тысяч рублей за 1 квадратный метр, сегодня ведется работа застройщиками. В Чебоксарах в список переселяемых попадут 59 многоквартирных домов на Богданке. В ближайшие два года эту задачу планируют решить, как и транспортные проблемы района. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Андрей Шоклев, Республика. На этом же заседании было озвучено, что Чебоксарам из республиканского бюджета предусмотрено выделить почти 4 млрд рублей. Это средства на строительство и реконструкцию уличной дорожной системы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В прошлом году сумма была на полмиллиона меньше. В Чебоксарах объединят малокомплектные детские сады. При создании единого центра родители и дети получат больший комплекс услуг, а значит и качественное образование. Прокомментировали в Управлении образования города. Кстати, объединять будут только те малокомплектные сады, которые расположены близко друг к другу. При реорганизации садиков расширится спектр дополнительных образовательных услуг учреждений. Запланировано объединить несколько малокомплектных и близко расположенных друг к другу дошкольных учреждений. Реорганизация не подразумевает перемещение детей в другой детсад. Сокращения мест в детском саду или численности педагогического состава тоже не будет. Объединение только юридическое. Задача образования города Чебоксары – это повышение качества предоставления услуг и образования в целом. В администрации столицы, как и по всей стране, ведутся поиски способов повышения эффективности и функционирования бюджетных организаций. Объединение позволит создать единый образовательный комплекс, рационально использовать материально-технические ресурсы, внедрять инновационные формы работы с детьми и родителями, реализация или слияние двух образовательных учреждений. Проект пока пилотный. В каждом районе города планируется объединить по два садика. Там подготовка документов к реорганизации уже началась. Сегодня в Чебоксарах прошла акция «Узнай кадастровую стоимость земельного участка». Жителям республики объяснили, что нужно сделать для переоценки своей недвижимости. Если не уложиться в шестимесячный срок, то дальнейшее рассмотрение дела возможно только в суде. Ольга Алексеева с подробностями. Николай Туктаров – один из тех, кто воспользовался моментом и обратился в кадастровую палату, чтобы узнать стоимость своего недвижимого имущества. Нас пожилых людей волнуют, цены. Так мы не вечные. Надо кому-то продать, может кому-то оставить. Но так или иначе надо узнать кадастровую стоимость наших участков. Кадастровая оценка недвижимости в Чувашии проводится для налогообложения. В 2013 году такую процедуру прошли почти 600 тысяч участков, из которых земли населенных пунктов – самая многочисленная категория. Налог надо будет выплачивать в 2015 году. Любой владелец земельного участка или арендатор могли прийти в филиал кадастровой палаты, заказать справку, получить сведения о новой кадастровой стоимости или узнать у специалистов, которые владеют информацией по работе комиссии, с какими документами можно обрадиться за пересмотром кадастровой стоимости, что нужно сделать для того, чтобы пересмотреть кадастровую стоимость. В управление Росреестра за день акции обратились 60 человек. Срок для пересмотра кадастровой стоимости всего полгода. Налог за 2014 год мы будем платить, исходя из новых расценок. Те, кто не хотят разбираться в суде, могут обратиться в кадастровую палату и узнать стоимость недвижимости. Ольга Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика. Но большие налоги на квартиру все же лучше, чем совсем без жилья. Предпринимателя Шумерлинского района Олега Шандыбина осудили за незаконные сделки с имуществом. Он отсидит пять лет в колонии строгого режима и выплатит штраф – один миллион рублей. Судом установлено, что в 2008-2010 годах предприниматель обманным путем завладел квартирами трех шумерлинцев. Так, например, в июле 2009 года обвиняемый, испоив одного горожанина, убедил его продать принадлежащую последнему квартиру за 800 тысяч рублей и написать расписку о якобы полученном расчете. Покупателем при этом выступала супруга Шандыбина. Последующий умышленник зарегистрировал право собственности своей супруги на жилище потерпевшего. Кроме этого, в 2010-х и 2011-х годах Олег Шандыбин к своим махинациям подключил двух сотрудниц администрации Шумерли, входящих в состав аукционной комиссии, которые должны были обеспечить его супруге победу в открытых аукционах на приобретение благоустроенного жилья детям-сиротам. При этом 11 квартир аукциона не соответствовали предъявляемым требованиям. В итоге соучастницы черного риэлтора тоже получили по заслугам 6,5 лет лишения свободы условно с выплатой штрафа в 230 и 150 тысяч рублей. Единственная в Чувашии книга немецкого историка и монаха Релевинка Вернера о всемирной истории появилась в Чувашском государственном университете. Такой ценный подарок в УЗУ сделал Владимир Проничев, председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Репринт книги 16 века сегодня презентовали на историко-географическом факультете. Релевин Квенер – монах, немецкий писатель, историк. Родился в 1425 году. Он написал одну из первых популярных печатных летописей мировой истории. Книга написана на латинском языке, но к ней прилагается русский перевод. При оформлении книги использовались современные приемы. В результате страница как будто напечатана на старинной бумаге, а переплет выполнен из натуральной кожи по технологии 17 века. Первая печатная – «Всемирная история». Она появилась в 1474 году в Кельне. Это первое издание. Потом будет еще десятки изданий. Это одна из самых знаменитых книг по всемирной истории в Западной Европе. Данный подарок сделан с оригинала 1525 года, который хранится в Париже, в национальной сокровищнице Франции. Книга Релевинка построена так, что автор параллельно описывает светскую, церковную и библейскую истории. Помимо прочего, в издании приводится описание великих битв, природных катаклизмов и чудес. В книге – отрывки из древних летописей от сотворения мира до 1524 года. Хотя автор и умер в 1502 году, два историка-хрониста дополнили книгу. А французский исследователь Иоганн Малой из Парижского университета дописал историю до 1524 года. И в итоге книгу напечатали в парижской типографии. Столь ценное издание стало доступно студентам историко-географического факультета. Соприкасаясь с этой книгой, ты соприкасаешься также к реальной истории. Благодаря ей вполне возможно узнать историю и также построить новые концепции, новые научные работы. Причем можно сказать также, что по как раз этой тематике в России еще по-настоящему научных работ нет. В мире сейчас всего 13 экземпляров книг-оригиналов Ролевинка. Но наиболее полное комплектное издание находится в Париже. Теперь его репринт будет храниться в отделе редких книг в библиотеке Чуварского государственного университета. Татьяна Трофимова, Антон Вовк, Республика. В минувшие выходные Мишка задул пламя в чаши олимпийского огня. Но теперь он разгорелся снова. Россия готовится к Паралимпиаде. За 10 дней до начала Паралимпийских игр в самой восточной точке России на мысе Дежнево зажгли первый факел. Прежде чем попасть в Сочи, огонь побывает в 45 городах 8 федеральных округов. 3 марта эстафета доберется до Приволжского федерального округа. Огонь побывает в Саратове, Самаре, Уфе и у наших соседей в Нижнем Новгороде. А вот чебоксары в маршруте не значатся. Зато поработать на Паралимпийских играх пригласили сразу десятерых спортивных судей из Чувашии. Такой была среда глазами журналистов национального телевидения. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!